Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». В студии работает Ларина Сукуева, за режиссёрским пультом Мария Новгородова и Михаил Эверстов. На календаре 13 декабря – понедельник. Говорят, что понедельник – это день тяжёлый. И чтобы он не показался вам таковым, сегодня в нашей программе мы решили поговорить о прекрасном, о музыке. Сегодня у нас в гостях музыканты камерного ансамбля «Камераты Якуцк» филармонии Якутии Антон Максимов и руководитель этого ансамбля Дмитрий Рогов. Добрый день. Здравствуйте. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний – 32 0066 32 1166. И, конечно же, работает наш WhatsApp номер 8 411 232 0066. Звоните по телефону, задавайте вопросы нашим гостям или отправляйте свои сообщения. Итак, цель нашего эфира – рассказать про концерт «Метаморфозы», который пройдёт в эту среду, 15 декабря, уже послезавтра в Саха-театре. Напомним, что ансамбль «Камераты Якуцк» – это единственный коллектив нашей столицы, исполняющий камерную музыку разных стилей и эпох. Дмитрий, Антон, давайте объясним для начала нашим телезрителям и слушателям, что такое камерная музыка. Камерная музыка… Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие слушатели и телезрители, те, кто нас видят, очень рады снова оказаться в этой студии. И так к вопросу. Камерная музыка – это просто жанр музыки. Он подразумевает исполнение не с большой сцены, не на большие залы, а в довольно небольших камерных, так сказать, помещениях. И эта музыка более тонкая и направлена на раскрытие очень простых и очень тонких вещей одновременно. Композиторы часто прибегают к этому жанру, и свои самые сокровенные, наверное, мысли и чувства они излагают как раз в виде камерных произведений. Камерные произведения могут быть написаны для одного инструмента, для двух, трёх или какого-то небольшого состава разных музыкантов. А вообще камерная музыка, она нашла своего слушателя в нашем городе? Да. Да, конечно, безусловно. Концерты камерной музыки всегда являются таким продуктом очень точечным для определённого круга слушателей, для слушателей мыслящих, интересующихся, развитых, ищущих какое-то новое звучание, новый саунд. Это не только в классической музыке, но и в том числе в современной музыке, потому что камерата Якутска очень часто играет произведения не просто современных композиторов, а которые сейчас живут и творят в это время. Которые узнаваемы, наверное. А чем уникален ансамбль камерата Якутска? Какие инструменты в него входят? Видите ли, какое дело. Камерата Якутска — это проект. Это скорее проект, чем ансамбль. Почему? Потому что в зависимости от того, что мы хотим сыграть, мы подбираем людей для участия в нашем проекте. Каждая программа уникальна. Каждая программа выстраивается концептуально. Мы придумываем общую линию, которая объединяет произведения, которые могут быть совершенно разные по сути и по составу. И в том числе это могут быть струнные инструменты, духовые инструменты и фортепиано. То есть фактически вся палитра исполнителей участвует со своими инструментами в нашем проекте. Но есть какая-то основа или база так называемая, да? Допустим, я знаю, Дмитрий, вы контрабасист, а Антон, вы на чем играете? Я играю на альте. Это, как правило, средний голос. Но тем не менее важный. Но ваши инструменты звучат постоянно? По всех проектах? Ну, да. Да, у нас есть, скажем так, основной состав камераты. Это люди уже определенного возраста и опыта. И особенность еще нашего коллектива, что мы активно привлекаем в него молодых ребят, в частности студентов ВШМ, высшей школы музыки, которые работают в том числе в филармонии. И таким образом передаем какой-то свой опыт, который мы наработали за эти годы. Ну, иногда и студенты выдают тоже. Друг у друга учитесь, получается. Да, вовлекаем их, так сказать, в живое музицирование и общение, конечно. Итак, концерт состоится послезавтра, 15 декабря, в Сахат-театре. Чьи произведения можно будет услышать? — Этот концерт, как и все предыдущие, уникален. И программа составлена на этот раз, возможно, даже более необычно, чем всегда. Называется он «Метаморфозы». Название всему проекту дало одно произведение, которое мы будем исполнять в конце концерта. Называется «Метаморфозы». Автор этого произведения — Рихард Штраус, композитор немецкий. Это сочинение для 23 струнных инструментов, но мы исполняем ее в версии для семерых. На семерых мы ее будем исполнять. — Справитесь? — Справимся. — Помогите, справимся. Еще в программе у нас Густав Малер, «Песни странствующего подмастерья». Это цикл песен, состоящий из четырех произведений, которые будет исполнять наша солистка Юлия Караченцева. Да, мецисопрано. Это молодая, перспективная вокалистка, и мы очень рады, что она согласилась с нами поработать сейчас, и она исполнит это произведение. Далее у нас в программе Павел Карманов. Это современный московский композитор. Мы представим на суд публики его пьесу, которая называется «Пастперфект». Она написана для рояля, соло. Будет исполнять другая наша солистка, Ольга Ревна Гаврильева. Это преподаватель высшей школы музыки и пианистка, очень хорошая, замечательный человек, и мы с ней довольно часто сотрудничаем. И, наконец, прозвучит совершенно новое произведение, которое написано буквально полтора года назад. Автор — это молодая петербургская девушка, композитор Анастасия Хрущева. Она отчасти себя относит к композиторам новой школы и очень часто говорит о том, что она пишет произведение в стилистике метамодерна. Это, так сказать, самое последнее эстетическое направление в искусстве вообще 21 века. То есть мы являемся, мы же сейчас живем в эпоху метамодерна. Это будет произведение под названием «Книга печали и радости». Оно состоит из шести частей, и это действительно уникальное и для нас, в том числе, произведение, потому что музыка совершенно необычная. Она потрясающе прозрачная, легкая, и все эти шесть частей, они представляют собой как бы запечатленные аффекты определенных эмоций. Это немножко непривычно звучит, может быть, для людей романтического толка или привыкшего к традиционному какому-то оркестровому звучанию. Но поверьте, это очень легко, и это произведение, которое, возможно, медитативно по сути, оно заставляет очень много ассоциаций родить себя в голове. И сама Анастасия говорит о том, что ее цель была как раз запечатлеть определенные аффекты, чтобы их скорее не переживал человек, а просто созерцал, чтобы он остановил время и созерцал определенное состояние. В общем, это эксперимент, и мы постараемся его воплотить в жизнь. Поверьте, будет очень интересно, этот концерт будет очень необычный. Вот с таким набором произведений. Да, и это произведение Анастасии Хрущевой, оно сейчас исполняется на ведущих площадках страны, на всех самых современных, ультрасовременных фестивалях. Вот Анастасия уже такой признанный композитор, которую играют по всему миру. Она пишет, насколько мне известно, и, по-моему, к фильмам какой-то. То есть мелодии узнаваемой, да, возможно, для неискушенного слушателя. Вы знаете, лучше прийти на концерт и услышать все. Словами о музыке довольно сложно рассказать. Да, в любом случае, это произведение, оно у всех людей оставит разные впечатления, но впечатление останется в любом случае. Никого не оставит равнодушным. Камерата Якутская, знаю, выступает нечасто. Если выступает, то зал обычно выбирается очень такой вот интересный, тщательный. Вы выбираете то Римско-католический храм, то сцена Русского театра. Теперь вот Саха театр, да, принципиально не в зале филармонии. Вообще выбор зала с чем-то связан? Видите ли, какая ситуация у нас в филармонии обстоит. У нас нет собственного зала. В филармонии Якутии до сих пор нет собственного зала, но, слава богу, времена меняются. И сейчас новый зал филармонии уже строится. И мы все очень с нетерпением ждем этого события, когда, наконец, филармония обретет свой дом и свой акустический зал. А выбираем мы залы из существующих в городе по причине одной. Значит, первое, что нам требуется, это максимально хорошая акустика. Акустика — это свойство пространства передавать звук. То есть музыканты исполняют произведения, приходят люди-слушатели, они должны услышать то, что исполняют музыканты. И чем лучше акустика, чем лучше среда передает звук, чем полнее она его передает, тем более детально слушатели слышат эту музыку, и они имеют возможность воспринимать ее как можно более ярко. Если акустика плохая, то довольно сложно и музыкантам, и слушателям. Таких залов в городе очень мало. Чаще всего мы играем в Римске католической церкви, потому что там есть большой объем, и там нет никаких звукопоглощающих покрытий, и там очень легко звучит музыка. И там очень приятно находиться. И так, как она задумана. Да. В Саха-театре мы будем исполнять камерную программу впервые. Для нас это еще и этот эксперимент. Мы пытаемся освоить и эту площадку, и по нашему опыту оркестровому, потому что мы все музыканты оркестра симфонического филармонии Якутии, вот, судя по нашему опыту, там неплохие акустические свойства, и нам вот интересно, как камерная музыка прозвучит там. Так что это тоже эксперимент. Будем с нетерпением ждать. А почему вот ваш ансамбль Камерата Якутска так редко дает концерты? Всего раз-два раза в год. С чем это связано? Ну, прежде всего, это связано с тем материалом, который мы обычно играем. Он требует колоссальной подготовки. Его невозможно сыграть с одной, двух или даже недели репетиций. Это требует иногда порой месяцев репетиций. Это требует еще внутренней работы каждого музыканта. И необходимо каждое произведение почувствовать локоть, что называется, потому что в этой музыке нет второстепенных инструментов. В нем каждый имеет свой голос, и он неповторим. Нет человека — мы не можем исполнить музыку. Нет голоса какого-то инструмента, и вообще нет личности, с которым мы это делаем. И все, музыки нет. Поэтому сложно. Я еще знаю, что раньше, во всяком случае, вы концертов всегда готовились не только музыкально, но и тщательно подбирали афишу, которую рисовали профессиональные художники, делали видеоролики. Сейчас эта традиция сохранилась? Да, традиция сохранилась. Просто в силу нашей занятости, вот в последнее время у нас был интенсивный график, к сожалению, вот руки не дошли до ролика, и мы не смогли это сделать. А с афишами, да, действительно, у нас вот, например, к этому проекту было, наверное, десяток разных афиш. И мы их постепенно, вот в Инстаграме, если кто-то подписан на нас в интернете, то они могли их видеть все. Метаморфозы, афиши, концепты метаморфозы. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Через две минуты вернемся в студию, продолжим говорить о музыке. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте гостям. И, кстати, у нас есть сегодня еще сюрприз для вас, так что не переключайтесь. Добрый день. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу, и мы продолжаем говорить о музыке, а точнее о предстоящем концерте ансамбля Камерата Якутск, филармонии Якутии, который состоится в эту среду, 15 декабря, в Саха-театре. У нас в студии музыканты ансамбля Антон Максимов и Дмитрий Рогов. Друзья, мы работаем в прямом эфире. Дмитрий, мы знаем, что вы приехали несколько лет назад в Якутск из Сирии. Расскажите, как так получилось? Во-первых, эти несколько лет, да, действительно так. Я приехал сюда практически из Дамаска, просто заехал домой буквально, наверное, на две недели. И это произошло уже 10 лет назад. Вы уже почти наш. Да. И получается, что в Якутии вы продвигаете камерную музыку. Вот почему? Потому что сам я её очень люблю. Потому что этот жанр, наверное, ну для меня, по крайней мере, и для большинства музыкантов профессиональных, самый сложный и самый интересный. Потому что мы любим сложности, мы любим их преодолевать. И мы любим открывать для себя новую музыку. И главное, это доступно нам самим. Мы вот несколько человек можем собраться и, так сказать, выучить, вынести произведения какие-то, да, на суд зрителей. И сделать это так, как мы считаем нужным. Так, как мы чувствуем. Часто это колоссальное удовольствие разговора на языке инструмента. И разговоры порой настолько сокровенного. Интимного. Интимного, да. Или на такие темы, на которые мы в обычной жизни не станем говорить. Вот что уникальность камерного музицирования. Мне кажется, это погружение друг в друга. Погружение в самые лучшие музыкальные произведения, которые композиторы писали именно для камерных составов. Вот вы говорите о сокровенном, об интимном. А много ли в нашем городе слушателей, ценителей вот этого сокровенного, интимного? Вообще понимают ли вот эту музыку? Ну, конечно. Это же естественно для любого человека. Потому что в жизни каждого бывают минуты и радости. Вот как в произведении книги «Печали и радости». Есть время печали, есть время радости. И человек переживает. Он же эмоциональное существо. Он постоянно находится, его психика в движении находится. Он все время открывает что-то новое для себя. И для него свойственно, естественно, эти все мысли внутри себя переживать. Ему необходимо делиться ими. Человек – социальное существо. Ему необходим диалог. Пусть даже с самим собой иногда. Но лучше, когда этот диалог или… То есть, когда общение происходит между разными людьми. И вот мы вместе играем, когда фактически мы… Это такая форма общения друг с другом. Потому что, изучая повадки друг друга, мы таким образом открываем для себя черты характера. И это интересно и слушателям. Потому что, видя конкретных людей на сцене, не просто огромный оркестр, а несколько человек, или одного, или двух музыкантов, вот которые сейчас здесь, которые творят сейчас какое-то… Представляют вот это произведение, они вкладывают в него, они рассказывают историю. Потому что музыкант не может врать, он всегда говорит от имени себя. Искренне. Искренне. А как вы отбираете произведения? Есть ли у вас какие-нибудь музыкальные эпохи, которые для вас вот закрыты? И всегда ли удачи собирать? Пожалуй, такого нет. Да, но я думаю, что прежде всего перед концертом рождается и идея. Их, правильно, рождается у нашего руководителя, у Дмитрия Владимировича. Вот дальше эту идею он начинает обыгрывать, обмысливать, так сказать. Спрашивать у музыкантов. Пойдет, не пойдет, хотим, не хотим. Как выстроить общее звучание, общую идею. И тихонечко все складывается. Ну, конечно, львиная доля работы и мыслей, конечно, у Дмитрия Владимировича. Получается… Так прямо Дмитрий Владимирович. Получается, что у вас получается все. Коллективно. Сыграть то, что вы хотите, да? Да. И вот вы сказали по поводу эпох. Да, в основном в начале, как бы это проще и естественнее, осваивать произведения, написанные в эпоху романтизма. Они яркие, они с широкими фразами музыкальными, с красивой мелодией и так далее. И очень интересно инструментованы. Но нам все больше и больше хочется раздвигать горизонты. И мы вот недавно, например, у нас был проект, где мы играли барочную музыку. Когда мы играем современных музыкантов и композиторов, мы стараемся охватить все эпохи. И это еще более интересно. И вот в этой программе как раз у нас широчайший спектр. Просто мы настолько раздвинули горизонты, что, поверьте, это будет очень интересно. Люди интриговали. И что интересно, мы как-то стараемся всегда уловить, ну, общее состояние, общее настроение, так сказать. Вот именно в данную минуту вообще в целом в городе, в том числе ведь климатические условия тоже влияют. Если наш прошлый концерт был весной, в преддверии весны, заканчивался совершенно гениальным актетом Мендельсона, где весна, где праздник жизни, буйство красок, то наш предстоящий концерт, как я всегда говорю, в нашей суете, в нашем ритме жизни нужно отложить Инстаграм, отложить телефон и просто посидеть, послушать тишину. Если вы устали от привычного течения жизни, если вы устали от того, что вы слышите в телефоне, по телевизору, от какой-то суеты, и у вас есть какое-то желание, внутреннее ощущение, я хочу услышать что-то необычное, что-то вот звучащее тишину, то тогда к вам на наш концерт. У нас в студии есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Да, вот Марина и присутствующие музыканты. Антон и Дмитрий. Вот как простому человеку, по-другому возрасту, приучиться, вот как вот вникнуть в камерную музыку, как вот что можно для первого раза сделать, чтобы ее слушать. Это же сказать, для нас она не очень так, ну, а вот так. Спасибо за звонок. Ага, спасибо. Здравствуйте. Да, очень приятно такой вопрос слышать от человека с жизненным опытом серьёзным, и довольно серьёзный вопрос. Как начать? А так, как всегда, просто начать. Прийти на концерт. Просто прийти на концерт. Поверьте, лучше начинать воспринимать музыку подобную с живого впечатления. Слушать записи, конечно, это прекрасно, и слава богу, в наше время есть огромные возможности для этого. Просто неисчерпаемые совершенно, потому что мы сами регулярно этим занимаемся. Но если вы хотите сразу почувствовать смысл всего этого, то, конечно же, лучше получить живое впечатление. Поверьте, живой концерт не имеет ничего общего с прослушиванием какого-то саундтрека или записи, пусть даже очень качественной. Живое впечатление. И можно ещё немножко добавлю, да, всё-таки есть какие-то открытые источники информации, прежде всего интернет. Иногда можно почитать про произведение. Почему оно создалось, почему композитор его написал именно в камерном жанре. Потому что, как правило, композиторы свой личный опыт вкладывают. Ну, не всегда личный, иногда и общечеловеческий, но, как правило... Чем-то вдохновлялся. Чем-то вдохновлялся. А чем он вдохновлялся? Была ли это неразделённая любовь или, может быть, утрата близкого человека? Вот. Это тоже, ну, помогает понять. И самое главное ещё знать, в какую эпоху жил композитор. Что было ценно и важно в то время. Потому что мы сейчас часто говорим о старинной музыке, что она вот сложная, вот скучная, там кому-то кажется ещё. А вот в то время не было телевизоров, не было интернета, не было приёмников. Люди собирались в таверне и танцевали эти минуэты, бурре. Это было, как сегодня пойти в клуб. В те времена это было то же самое. Вот. И если воспринимать эту музыку с позиции того времени, она раскрывается абсолютно другими красками. А с каких произведений, с каких композиторов стоит начать? Может быть, есть какие-то общие рекомендации? Здесь нет никаких общих рекомендаций. Наверное, лучше с каких-то романтических. Да. Прежде всего романтика. Да. То, что сразу бьёт в цель. Можно начать с песен. С песенных циклов, например. С романцев можно начать. Это же тоже камерный жанр. Да. Со словами, да. Песни, романсы будут в среду. У нас будет песенный цикл Густава Малера. Поверьте, это одно из самых красивых его... Вернее, одно из самых красивых его сочинений. Это цикл. Это Малер написал эти песни и посвятил их возлюбленной женщине своей. Причём женщине, которая знала о его страсти, но которая была охладна с ним. Это трагедия. И эту трагедию он вложил вот в эти стихи, которые написал сам. Он полностью сам написал текст для этого произведения. Самое, что интересно, у Малера в тот момент действительно в жизни была такая ситуация. Он ведь полюбил женщину, певицу в театре, где он работал дирижёром. И самое, что интересно, она, по-моему, так и не догадалась в итоге, что это ей... Что это посвящено ей. Да, что это было ей посвящено. А он об этом и писал, кстати, в своём письме. Да. И вот эта эмоция, эти переживания человека, который не с той женщиной, которую он любит, которую он боготворит, он хочет быть с ней, но он не может быть с ней. А она выходит замуж за другого. Ой, какая история. Неразделённая любовь. Ну, давайте поговорим о сюрпризе, да, самой главной фишке сегодняшнего эфира. Вы хотели разыграть билеты среди наших слушателей и телезрителей. Вот этот самый билет на две персоны в Саха-театр послезавтра на концерт Камерата Якутск Метаморфозы. Что вы подготовили? Очень хочется буквально всем желающим подарить эти билеты, но, к сожалению, у нас такой возможности нет в настоящий момент. И мы решили, ну, хотя бы немножко, может быть, простимулировать. И поэтому у нас очень простой вопрос. — Да, вопрос звучит следующим образом. Существует ли родственная связь между Рихардом Штраусом, автором произведения Метаморфозы, который мы будем исполнять, и Иоганном Штраусом, знаменитым австрийским композитором, автором музыки к замечательной оперете «Летучая мышь», которую, наверное, ну, нет человека, который не знает мелодий, вальсов Иоганна Штрауса. — Невообразимого количества подобных сочинений, которые постоянно играет оркестр Венской филармонии каждый новогодний, так сказать, праздник рождественский. — Ага. Но наши телезрители и слушатели же могут ответить на этот вопрос либо да, либо нет. — Почему? Если они что-то смогут к этому добавить... — Да, мы будем только рады. — Мы будем только рады. — Ну что ж, друзья, вы услышали этот вопрос. Есть ли родственная связь между... — Иоганном Штраусом, и Рихардом Штраусом. — Так, у нас телефон в студии прежний 32166-320066, и мы принимаем ответы по WhatsApp, да? — Так точно. Так, WhatsApp номер 8-411-232-0066. Звоните, пишите, отвечайте на этот вопрос, и вы получите в подарок, в качество приза, билет на две персоны в эту среду на концерт «Метаморфозы». — Дмитрий, Антон, вот вы в начале нашего разговора говорили, что в программе концерта будет непременно Павел Карманов, это вот известный российский композитор. И причем в каждых ваших концертах, в ваших проектах этот российский композитор, он звучит. Почему? Почему именно он? — Это очень несложно объяснить. — Вы знаете, во-первых, не в каждой, конечно же, программе, но действительно, Павел Карманов присутствовал в наших программах уже дважды до вот этого. То есть это его третье произведение, которое мы будем исполнять. Мы уже исполняли его «Ре-мажор номер 3», сочинение так называемое «Десептета». Мы исполняли его интересное сообщение под названием «Иннерлихкайт», не сообщение, а произведение. И сегодня это «Пастперфект», это уже будет пьеса для фортепиано-соло. — Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу, не переключайтесь, мы увидимся с вами через две минуты. И не забывайте про наш розыгрыш билета на концерт «Метаморфозы» ансамбля Камерата Якутск. Добрый день! Программа «Якутск сегодня» продолжает свою работу. И сегодня в нашей программе мы говорим о предстоящем концерте ансамбля Камерата Якутск, филармонии Якутии. Концерт «Метаморфозы» состоится уже послезавтра, в эту среду, 15 декабря, в Саха-театре. И прямо сейчас, в прямом эфире, мы разыгрываем билеты на этот концерт на две персоны. И давайте повторим вопрос. — Итак, вопрос звучит так. Есть ли родственная связь между австрийскими композиторами Иоганном Штраусом и Рихардом Штраусом? — И за полный ответ, полагается, значит, такой приз. Телефон студии 320066, 32166. Также мы принимаем ответы по WhatsApp номеру 84112320066. У нас поступил вопрос от телезрителя, сколько стоит билет. Это на тот случай, если вот не выиграешь. — Билет стоит всего 500 рублей. — Доступная цена. — Доступная билет. — Так, мы не договорили про Павла Карманова. — Я объясню, почему мы исполняем Павла Карманова чаще, чем других современных композиторов. Ну, во-первых, Павел мой однокурсник. Мы с ним учились в моей альмаматором Московской государственной консерватории Минчайковского. Притом интересен факт того, что когда мы учились, мы не были знакомы, а познакомились мы буквально уже, когда я уже был в аспирантуре, мы вот случайно, потому что его жена, Марина Катарженова, была моей однокурсницей, скрипачка. Вот, так мы познакомились. Мы сыграли в 2014 году первое, впервые его произведение здесь, в Якутске, и он приезжал к нам сюда, он представлял это произведение здесь, и таким образом состоялось его знакомство с Якутией. Вот, это произведение, которое мы будем исполнять в этой программе, называется, повторю, «Паст Перфект», и оно написано для рояля соло. Ее будет исполнять Ольга Гаврилева, замечательная пианистка, преподаватель Высшей школы музыки и человек, с которым мы довольно часто сотрудничаем. А вот вспоминая историю ансамбля Камерата Якутс, вот как появился ваш коллектив, и какие изменения произошли вот за это время? Вы знаете, это уже первый концерт мы дали в 2013 году, так что у нас уже, как бы, довольно серьезная такая история, и раньше мы где-то по две, а то и три программы делали в год, сейчас как-то уже с этим немножко сложнее стало, но за это время поменялось, многие музыканты уже не работают с нами, они, допустим, вот фуготист, который с нами был, Петр Попов, он сейчас работает в Санкт-Петербурге, он работает в театре и, в общем, счастлив этим. У нас разные проекты, в которых участвуют разные музыканты. Вот Антон к нам присоединился уже чуть позже, потому что он позже приехал в Якутск. Вот бессменный участник наших проектов — это скрипачка, концертмейстер оркестра «Симфоника Артика» и Ульяна Голикова. И, кстати, у нее вот буквально через месяц, ровно через месяц, 15 января у нее будет бенефис, он будет проходить в оперном театре. И у нас сейчас филармония отметила 10-летний юбилей, вот буквально недавно у нас был юбилейный концерт 6-го декабря. И вот в том числе к юбилею филармонии Ульяна Голикова получила заслуженное звание... — Заслуженная артистка Республики Дальше мы ее поздравляем. — Здорово, поздравляем. — И в этой программе будет принимать также участие камерата Якутск. Мы исполним... — Мы будем играть квинтет Вона Вильямса. Это английский композитор, потрясающая музыка, совершенно колорит совсем другой, более энергический такой и очень красивый. — Также мы с ней исполним концертанта Моцарта. Это классическая «Жемчужина», как ее называют, «Лебединая песня». Совершенно фантастическое произведение для альта, скрипки и оркестра. — Это будет 15 января. — Да, 15 января. — Еще будет в программе «Арва Пярт». Это современный... Ну, как бы это ныне живущий, и слава богу, он уже довольно пожилой, но тем не менее это ныне живущий, один из самых популярных в мире сейчас композиторов российско-эстонского происхождения. — Но если вернуться к нашей программе, Павел Карманов не просто друг, однокурсник Дмитрий, он тоже один из самых сейчас исполняемых, современных ныне живущих композиторов. Его произведения звучат на всех мировых площадках. Он обласкан критикой, и знаменитые музыканты с мировыми именами исполняют его произведения. А в частности, «Пас Перфект» — это, конечно, совершенно выдающееся произведение, мне кажется, не способное оставить равнодушным ни одного человека. Это произведение... Ну, я, может быть, допущу вольность, расскажу свои ощущения, но для меня это произведение, которое погружает в прошлое. И очень интересная игра слов, на мой взгляд, «Пас Перфект» — это прошедшее к прошедшему. И в русском языке совершенное действие. Но если убрать букву «ю» и оставить «е», то это можно перевести как «совершенное время», время, которое когда-то было. И вот Дмитрий, кстати, хотел сказать, что ему Павел сам рассказал про это произведение. — Во-первых, Павел писал эту пьесу по заказу пианистки, очень известной сейчас пианистки, Ксении Башмет. Это дочь Юрия Башмета. И, как сказал сам Павел, он писал его «9 месяцев». И вот буквально он сам говорит о том, что это... Я говорю, а что же за музыка эта? Можешь как-то охарактеризовать её сам? Он говорит, ну, знаешь, это музыка-поток. Это музыка-поток, и это целая часть жизни. Я говорю, Паша, ну неужели это «9 месяцев»? Он говорит, ну да. То есть, понимаете, это... Только на рояле можно исполнить подобную музыку, потому что создать иллюзию движения и остановки, потому что в этой музыке есть всё, понимаете? — Ну, прежде всего, любовь, мне кажется. — Конечно. — Прежде всего, это любовь. И прежде всего, прошлое того, что было прекрасное в прошлом. Вот мне кажется так. — Мы увлеклись. Давайте повторим вопрос для наших телезрителей и слушателей, чтобы они выиграли вот этот билет на концерт «Метаморфозы», который состоится послезавтра. Есть ли родственная связь между Иолганом и Рихардом Штраусом? Антон, вы хотели рассказать ещё про этих композиторов? — Да, мы не так много рассказали про «Метаморфозы» непосредственно Рихарда Штрауса. Это выдающееся сочинение, практически предсмертное. Последнее сочинение. Композитор, как правило, подводит итог в этих произведениях. И написано, но о нём практически нет информации теоретической и воспоминаний самого Штрауса, что он хотел сказать. Но есть воспоминания, что он был поражён разрушенным его родным театром в Мюнхене, разрушенным Великой Отечественной войной. И его как-то боль и ужас войны, и в то же время утрата гуманистических, прежде всего, общечеловеческих ценностей, которые несёт в себе война, вот это и послужило, наверное, идеей для создания этого произведения. И, конечно же, в этом произведении есть всё. И горечь, и какой-то набатный мотив, утрата. Даже не личностная такая, в общем, мировая, в общем-то, общечеловеческая. Но и в то же время очень необыкновенно человечные мелодии. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите. Эти два композитора, они не родственники. Иоганн Страус, он писал всё время балльцы, вот такие мазурки. А другой похожий делал, но у него более серьёзная музыка. Он занимался серьёзной музыкой и писал оперы. Я так думаю. Ну да, вы правы. Вы правы, да. Правы, да. А у нас есть ещё один ответ по WhatsApp. Он поступил чуточку раньше, чем телефонный звонок. Пишут, Иоганн Страус, отец и сын, они семья, они венские композиторы. А Рихард Страус, он немец, не родственник, а просто однофамилия. То есть, послушаем ещё один звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите. Так, у нас телефонный звонок. Да, 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 да. Мы слушаем. Слушаем. Хочу ответ дать. Да, да, мы вас слушаем. Может правильно, может нет. Ну, один, как вы говорите, австрийский, ага. А один германский, ну, немец. Да. Правильно, да? А не родственники или нет? Они нет, не родственники. Да? Это правда. Спасибо вам за звонок. У нас есть ещё три минуты до конца эфира, может быть, ещё, да, будут звонки или WhatsApp сообщения, и по итогам всех мы, наверное, определимся, да. Тут, кстати, вот ещё сообщение подошло. Иоганн Страус, австрийский композитор, Рихард Страус, немецкий композитор. Ну, следовательно, неродственники. Ну, всё тоже верно, да. Так, давайте я вопрос задам вам личный. Можно, да? Антон, вы играете на альте. Почему именно этот инструмент вы выбрали когда-то? Ну, причина, как у всех и у многих альтистов, иногда довольно банальна. Я довольно крупный человек, вот, с крупными руками, и мне удобнее играть на этом инструменте. На скрипке у меня уже, так сказать, с большим трудом помещаются мои руки. И бытность моего обучения к нам приехал когда-то также из Москвы, из знаменитой Гнесинки преподаватель. И я считаю, это одно из самых счастливых совпадений в жизни. Мой хороший друг, судьбоносный, да, он меня уговорил поступить, попробовать прослушаться. И, как оказалось, вся моя жизнь дальнейшая связана с альтом. Дальше я уже начал обучаться и не представляю своей жизни без этого инструмента. Ага, нам режиссер подсказывает, что осталось до конца эфира одна минута. Наверное, нужно будет уже подводить итоги. Итак, кому достается билет? Ну, наверное, на концерт. А имена-то, вот, у нас есть имена. Наверное, первый звонок, где, так, разве... Анна Дмитриевна подсказывает. Это первый звонок, да? Да. Тогда, Анна Дмитриевна, вы получаете билет на две персоны на концерт «Метаморфозы». Он состоится, напомню, послезавтра, 15 декабря, в Саха-театре. Поздравляем вас! Поздравляем! Дмитрий, Антон, я вас благодарю. Было очень интересный разговор. Я думаю, что многие телезрители и слушатели это отметили. Ну, какое-то такое развитие духовное, музыкальное они, наверное, сегодня получили. И я вам желаю удачи и всего доброго. До свидания, дорогие друзья. До свидания. 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 До свидания.